Итак, друзья мои, я рад приветствовать вас во втором видео уроке. Этот урок очень важный, потому что на нем мы научимся с вами грамотно, правильно брать аккорды на гитаре. Мы с вами сегодня поговорим об открытых аккордах. Их всего у нас 8 основных открытых аккордов. И я, кстати, расскажу, чем открытые отличаются от закрытых аккордах. Поговорим об основных принципах игры аккордами на гитаре. Также я покажу вам несколько видов арпеджио, или в простонародье их называют переборами. И упражнение очень полезное покажу, которое поможет вам быстро передвигаться пальцами левой руки по грифу гитары, для того, чтобы извлекать в нужный момент времени нужный аккорд. Итак, как я уже выше отметил, мы с вами сейчас будем работать над тем, чтобы изучить основы игры аккордами. И начнем с практики сразу же. У нас задача с вами освоить 8 самых распространенных аккордов. И уже зная эти аккорды, вы сможете исполнять большое количество песен на гитаре, аккомпанируя сами себе. И аккомпанируясь можно как приемом разгиада, так же и различными вариантами арпеджио. Давайте для того, чтобы не быть голословными, я покажу вам, как играется прием разгиада на примере первого аккорда. А потом последовательно мы будем брать остальные аккорды. Я рекомендую первый аккорд взять на гитаре. Это аккорд ля минор. Один из самых распространенных аккордов. Берется он следующим образом. На второй струне, на первом ладу, нужно зажать указательный палец. Из прошлого занятия вы знаете, что желательно палец ставить как можно ближе к ладовым порожкам. Не на сам ладовый порожек, отмечаю, а максимально близко к ладовому порожку. Вот в эту лунку между порожком и накладкой грифа. Второй палец мы кладем на четвертую струну, на второй лад и как можно ближе к ладовому порожку. Безымянный палец мы кладем на третью струну, тоже на второй лад, прямо под вторым пальцем. И вот у нас получилось, что мы зажали аккорд ля минор или аккорд аем. О буквенных обозначениях, аккордах, аккордов это уже отдельная тема. Мы сейчас этому пока времени уделять не будем. Просто можете себе зафиксировать, что этот аккорд называется аем. Почему, как, это уже отдельная история. И, кстати, все аккорды, о которых я сейчас буду говорить, в схематическом виде я прикреплю под этим видео, для того, чтобы вам было удобно визуально по ним ориентироваться. И в нужный момент времени вы могли заглянуть и вспомнить по шпаргалке, как берется тот или иной аккорд. Итак, мы правильно поставили пальцы на нужные струны молоточками. Большой палец у нас не выглядывает. Мы помним по предыдущему уроку. И в следующий момент нам нужно правильно извлечь звук. Аккорд ля минор играется с пятой струны. Вот она, басовая пятая струна. И, как мы отвечали выше, играем его приемом разгиада. Разгиада это когда вы одним из пальцев правой руки, в частности, в нашем случае большим, проводите по всем струнам, начиная с басовой. В нашем случае пятая струна басовая. Аккорд ля минор, басовая струна, это нота ля, а. И вот как раз и с этой струнами мы проводим по этому аккорду. Теперь, почему этот аккорд открытый? Любой аккорд, в котором присутствует хотя бы одна незажатая струна, называется открытым аккордом. В данном случае у нас пятая струна. Видите, она свободна. Мы никакой палец не зажали. И первая струна у нас открытая. Следовательно, это дает нам право называть аккорд ля минор открытым аккордом. Всего у нас открытых основных 8 аккордов. Ля минор это первый из этих аккордов. Можно учить последовательно аккорды, однако я рекомендую учить аккорды в том порядке, о котором мы сейчас с вами будем говорить, потому что благодаря этому порядку выстроится определенная гармоническая цепочка, которая будет восприниматься на слух и даже приятно будет послушать не просто набор разбросанных аккордов, а какая-то последовательность гармоническая будет присутствовать. Значит, это первый аккорд у нас, аккорд ля минор. Двигаемся ко второму аккорду. Второй аккорд у нас это аккорд ре минор. Если аккорд ля минор обозначается как АМ, то аккорд ре минор обозначается как ДМ. Рекомендую брать его следующим образом. На первой струне, на первом ладу мы зажимаем указательный палец, на третьей струне, на втором ладу зажимаем второй палец, и на второй струне, на третьем ладу зажимаем четвертый палец, мизинец, небезымянный. Бывают ситуации, когда следует таким образом играть его. Вот он как раз здесь участвует. Но в нашем случае мы будем брать следующим образом аккорд, потому что так играть более практично. У нас проще будет поставить безымянный палец на четвертой стороне, на третий лад. Также проще будет перейти с аккорда ре минор на ре мажор. Не нужно будет всякие прыжки выполнять. И легко перейти на Д7 аккорд. Также проще перейти на все остальные аккорды. То есть суть в том, что лучше играть таким вот образом. И этот аккорд у нас извлекается с четвертой открытой струны. Аккорд ре минор. Следующий, третий аккорд. Кстати, когда играете аккорд ре минор, старайтесь, чтобы безымянный палец у вас как бы висел над струнами. Не прячься его вниз. Я сейчас чуть-чуть его припрятал, для того, чтобы вам было понятно, на какой струне нужно зажимать какой палец. Но правильно играть вот таким образом. То есть безымянный у нас просто висит над струнами. Следующий аккорд, который мы играем, аккорд соль мажор. Он обозначается буквой G. Зажимаем его следующим образом. Указательный палец на пятой струне на втором ладу. Второй палец средний на шестой струне на третьем ладу. И мизинец тоже мы ставим на третьем ладу, но только на первой струне. Кому-то так не совсем удобно играть в связи с уникальностью строения вашей кисти. Поэтому некоторым удобнее играть безымянный палец на первой струне. Вы найдите для себя, пожалуйста, максимально удобную позицию. Потому что этот аккорд можно брать еще следующим образом. Когда у нас средний палец находится на втором ладу на пятой струне, безымянный палец на шестой струне на третьем ладу. И мизинец мы дотягиваемся до первой струны, до третьего лада. Таким образом аккорд соль мажор удобно играть, когда после него следует аккорд соль мажорный септ-аккорд. Ну а о септ-аккордах мы с вами говорить не будем. Наша задача с вами освоить основные открытые аккорды. Значит соль мажор вот таким вот образом играется. Итак, мы сыграли ре минор, ой, ля минор, ре минор, соль мажор. Следующий аккорд у нас будет аккорд до мажор или аккорд с. Выставляем его следующим образом. На второй струне, кстати, я выше не отметил, у нас прикоски летают, выше не отметил, что аккорд g, когда мы взяли, мы сыграли по всем шести струнам. Начиная с шестой струны пальцем провели. Теперь об аккорде до мажор с. Первая струна у нас будет открытая. На второй струне первый лад мы зажимаем указательным пальцем. Третья струна открытая. На четвертой струне вторым пальцем второй лад. И на пятой струне третьим пальцем третий лад. Играем с пятой струны. Так же, как и аккорд а-ем. Был с пятой, то же самое аккорд с тоже с пятой. Мизинец, как вы видите, у нас просто находится в подвешенном состоянии. Не нужно его прятать или как-то вот таким вот образом за палец зажимать. Просто он находится как бы в готовом состоянии, чтобы зажать какую-либо подноточку еще. В дальнейшем, когда вы будете изучать более углубленные грудные гитары, вы узнаете, что есть септо-аккорды, различные секунды-аккорды, ну и так далее. Но наша задача сейчас освоить открытый аккорд до-мажор. Итак, мы с вами освоили первые четыре аккорда из восьми аккордов. А-ем, Д-ем, Джи, С. Еще раз повторю. А-ем, Д-ем, Джи, С. Или Ля-минор, Ре-минор, Соль-мажор, До-мажор. Можете поиграть эту цепочку из четырех аккордов. Теперь переходим ко второй цепочке, тоже из четырех аккордов. Я сейчас их наиграю вам. Еще раз. Итак, начинаем. Первый аккорд у нас будет аккорд ми-минор. Тоже очень простой аккорд. Шестая струна у нас открытая. На пятой стороне второй лад мы зажимаем вторым пальцем средним. На четвертой стороне тоже второй лад третьим пальцем безымянным. Остальные три струны, третья, вторая и первая, открытые. И проводим пальцем по всем шести струнам. Аккуратненько. Так же, как и в предыдущих аккордах, следите за тем, чтобы таких призвуков не было. Играем ближе к ладовым порожкам все пальцы. Тогда звучание будет идеально чистое. Можете провести медленно по струнам, чтобы убедиться, что все струны у вас звучат открыто. Значит, это у нас первый аккорд Е-М, он же ми-минор. Следующий аккорд будет у нас аккорд А или Ля-мажор. Просто одной буквой А обозначается. Проще всего его взять следующим образом. Вот мы с вами играли только что аккорд ми-минор. Спускаем два пальца на один этаж вниз. То есть у нас второй палец оказывается на четвертой струне на втором ладу, а третий палец безымянный на третьей струне, тоже на втором ладу. И на втором же ладу мы добавляем мизинец на второй струне. Аккорд А играется с пятой струны, ибо пятая струна у нас соответствует ноте Ля. Вот она у нас аккорд Ля-мажор, он же А. Поиграете от пятой струны, можете вот так вот медленно провести разряда по струнам, для того, чтобы убедиться, что нет таких призвуков. Следующий аккорд, аккорд Ре-мажор, исполняется с четвертой струны, она у нас открытая. На третьей струне мы зажимаем второй лад вторым пальцем. На второй струне третий лад мизинцем зажимаем. И на первой струне второй лад мы зажимаем безымянным пальцем. Вот таким вот образом. С четвертой струны играется. И, наконец, последний аккорд у нас, аккорд Ми-мажор. Он исполняется аналогично аккорду Ми-минор. Только что мы с вами говорили о том, как этот аккорд исполняется. Второй палец на пятой струне на втором ладу, а третий палец на четвертой струне на втором ладу. По всем открытым струнам это Ми-минор. А в Ми-мажоре мы добавляем еще указательный палец на третью струну, на первый лад. И также с шести струн, потому что шестая струна у нас Ми-струна, мы играем Ми-мажорный аккорд. И что же у нас получилось? Ми-минор, Ля-мажор, Ре-мажор, Ми-мажор. Е-м. А, Д, Е. Теперь давайте пройдем все восемь аккордов последовательно, начиная с Ля-минора. А, Е, Д, Е, Г, С, Е, Е, А, Д, Е. Ля-минор, Ре-минор, Соль-мажор, До-мажор, Ми-минор, Ля-мажор, Ре-мажор, Ми-мажор. Постарайтесь поиграть эти аккорды таким образом, чтобы вы не задумывались о том, каким образом нужно расставлять пальцы. И теперь очень важная рекомендация, которую я хотел отметить. Основные принципы постановки аккордов левой рукой. Ваша задача, чтобы вы каждый аккорд воспринимали не как набор отдельных нот, где нужно каждую ноточку зажать на отдельной струне тем или иным пальцем на том или ином ладу. Нам необходимо воспринимать каждый аккорд как уже готовую конструкцию, как определенный трафарет, как печать. Раз, и поставили аккорд Ля-минор. То есть три пальца вы зафиксировали в одной позиции и одновременно зажали этот аккорд. То же самое относится к следующему аккорду Ре-минор. Старайтесь брать аккорд не последовательно пальцами, а вот может быть взяли последовательно, но ваша задача научиться играть, ставя одновременно все пальцы, чтобы зафиксировать положение и не забывать, на какой стороне какой палец должен участвовать. Хорошо, это то, что касается аккордов. Мы еще в конце этого занятия поговорим об одном полезном упражнении. А сейчас, для того, чтобы немножечко отвлечься от аккордов, давайте мы переключимся на правую руку и поиграем еще несколько вариантов арпеджо, переборов. В прошлом занятии мы с вами говорили о самом элементарном, простом, когда мы играли с опорой шестую струну, а потом по открытым трем струнам оставшимся играли без опоры пальцами, указательным средним и безымянным. Начинаем большой, указательный, средний и безымянный. Теперь же наша задача освоить еще парочку или тройку даже вариантов переборов, для того, чтобы можно было исполнять композиции не просто щипая струны приемом разгляда, а уже с элементами арпеджио или, как в народе говорят, перебора. Следующий вариант перебора мы играем следующим образом. Играем по шестой струне большой палец. Рекомендую также играть, как и в предыдущем случае, с опорой. То есть вы играете, называется Апаянда, в шестую струну и останавливаете на пятой струне. А теперь играем безымянный, средний и указательный. Если в предыдущем варианте мы играли большой, указательный, средний и безымянный, то теперь мы играем как бы в зеркальном отображении. Сыграли большой, а потом безымянный по первой струне, средний по второй струне, указательный по третьей струне. И прежде чем щипать эти струны, у вас пальцы должны как бы висеть над струнами, не прикасаясь к их поверхности. Большим пальцем сыграли, а вот у нас пальцы как бы зависли. И последовательно вы щипаете их. Теперь ваша задача замкнуть как бы цепочку, пустить этот аккорд на повтор, этот перебор большой, безымянный, средний и указательный. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Когда играете этот вариант перебора, ну и к последующим тоже самое будет относиться, старайтесь играть, чтобы каждая ноточка звучала практически идентично по длительности предыдущей и последующей. Раз, два, три, четыре. Вот как секунды идут на часах. Чик-чик-чик-чик, вот ровненько, без задержек, без передержек, без недодержек. Нельзя играть, я сейчас утрированно покажу пример, например, вы эту ноту сыграли долгую, потом две быстрые и опять долгую. Или быстро-быстро, потом медленно-медленно. Все играйте в одинаковом темпе, с одинаковыми длительностями. Это у нас был следующий вариант перебора. Теперь добавляем еще один, который будет комбинированным из того арпеджио, которое мы играли на первом занятии, и из данного варианта. Как мы его исполняем? Мы играем с опорой большой палец по шестой струне, потом играем указательный, средний и безымянный, и возвращаемся сразу же безымянный и средний. Видите, мы как будто бы синтезировали два варианта аккорда. Первый у нас был сверху вниз, а второй снизу вверх. А теперь мы играем шестую струну, третью, вторую. Один раз первую, вторую снова и третью. Большой палец мы играем с опорой, я так рекомендую. Можно, конечно, и без опоры играть, но лучше сыграть с опорой, потому что вы будете ощущать более конкретно, где какая струна находится у нас относительно другой струны. Вот такой вот у нас перебор получился. В этом переборе или арпеджио шесть звуков, поэтому зачастую его называют шестеркой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, наконец, последний вариант перебора или арпеджио. В этом переборе будет восемь звуков, и поэтому его зачастую называют восьмеркой. Все эти последовательности струн, которые участвуют в том или ином варианте арпеджио, я укажу под этим видео. Поэтому смело можете рассчитывать на шпаргалку и не переживать о том, что вдруг вы что-то забудете. Итак, самый последний на данном этапе вариант перебора или арпеджио звучит следующим образом. Мы играем так, показываю медленно. Шестую струну играем с опорой. Остальные струны, как мы уже с вами договорились, звучат без опоры, и пальцы у нас как бы висят над струнами. После того, как сыграли большим пальцем по шестой струне, играем указательной. Потом играем вторую струну с средним пальцем и снова возвращаемся к указательному. Первую струну играем безымянным пальцем, снова указательным, третью. Потом защипываем вторую струну и снова указательным, третью. То есть через каждую ноточку мы щипаем указательный палец по третьей струне. И так у нас получилось. Шесть, три, два, три, один, три, два, три. И то, что я сейчас подсказывал, что нужно играть третьим пальцем, немножечко его акцентируя, это не значит, что вы должны во время исполнения вот таким же образом играть. Я просто показал для того, чтобы вам проще было запомнить, каким образом исполняется этот вариант арпеджио или перебора. Ваша задача каждую ноточку играть ровненько по звучанию, для того, чтобы никакая из них не выделялась, иначе будет достаточно странно звучать. Итак, играем шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Играйте не спеша, следите за тем, чтобы все было чистенько, и не зажимайте правую руку. И напоминаю, мы с вами уже в прошлом занятии об этом говорили, старайтесь, чтобы у вас кисть не прыгала. То есть вы играете пальцами. И кисть у вас вот так вот прыгает. А аккуратненько только пальцы защипывает. Хорошо, после того, как вы освоили эти варианты перебора, позанимались, каждый из них у вас зафиксирован уже в пальцах, вы можете перейти и поиграть данные варианты перебора арпеджио в связке с аккордами, которые мы с вами сейчас изучали. Еще раз пройдем по цепочке из восьми аккордов. А, Е. Д, Е, Д, Ж, С, Е, М, А, Д, Е. Теперь давайте возьмем для примера, чтобы не слишком простой был вариант, а возьмем шестерку перебор, и поиграем эту же цепочку, которую только что я наигрывал, но уже с применением арпеджио шестерки. А, Е, Д, Е, Дж, С, Е. А, Е, А, Д, Е. Можете немножко, когда вы уже увереннее играете, прибавить темпа. После того, как поиграли с шестеркой, можно уже перейти и поиграть перебором восьмеркой. А, Е, Д, Е, Дж, С, Е, А, Д, Е. Вот то, что касается у нас игры переборами. И в заключении данного видеоурока, как и обещал, я хочу показать вам одно очень полезное упражнение, которое поможет вам очень хорошо ориентироваться в плане зажатия аккордов левой рукой, когда вы исполняете произведение. И это упражнение пригодится для того, чтобы избежать ненужных пауз и каких-то задержек, остановок во время исполнения той или иной песни или композиции. Смотрите, в чем заключается это упражнение. Условно мы его называем с учениками СПС. Снял, сыграл, поставил, так, снял, поставил, сыграл. Ну, там последовательность не принципиальна. Сыграл, снял, поставил, сыграл. Снял, поставил, сыграл. В чем суть этого упражнения? Смотрите, выставляете аккорд, например, для минор. Когда вы его выставили, просто пальцы левой руки аккуратненько снимаете над струнами, буквально на 1,5-2-3 мм. И снова одновременно пальцы опускаете на нужные лады и проверяете прием образ гиада, правильно ли вы чисто или зажали аккорд. Снова сняли, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. То же самое относится к аккорду ре минор. Сыграли, убрали, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. С, П, С. Сняли, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. К следующему аккорду тоже выставили этот аккорд. Сняли, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. Следующий аккорд. Выставили, сняли, поставили, сыграли. Сняли, поставили, сыграли. То же самое к следующему аккорду. Научились его твердо. Запомнили. Сняли, поставили, сыграли Сняли, поставили, сыграли Аккорд А тоже самый прорабатывает Взяли его правильно Сняли, поставили, сыграли Аккорд Д Расставили пальцы как нужно Проверили, что все чистенько Сняли, поставили, сыграли Сняли, поставили, сыграли Ну и таким образом ко всем аккордам И в заключении, когда вы уже твердо играете каждый аккорд Вы можете пройтись Четко ставя каждый аккорд на нужной позиции, на нужной струне, на нужном ладу, защипывать струну таким образом, чтобы никакого дребезжания у нас не было На этом данный видео урок я хочу закончить Как вы видите, у нас получился достаточно насыщенным, особенно если вы только начинаете знакомиться с гитарой Поэтому я рекомендую вам его проработать Конкретненько, хорошо А мы с вами уже увидимся на следующем занятии, где поговорим о таком приеме, как барре Я расскажу вам о различных конструкциях, покажу полезные упражнения для того, чтобы ваш уровень игры на гитаре подтянуть Чтобы вы лучше могли извлекать и качественные звуки и расширили ваш диапазон игры на гитаре Чтобы вы могли исполнять как можно больше любимых вами песен Увидимся, пока